6 апреля 2013 года, Стокгольм, Швеция. Дебют Макгрегора в UFC. Бой против американца Маркуса Бримиджа в карте турнира UFC on Fuel TV. Мусаси против Латифи. С первых секунд Бримидж активно пошел вперед, в то время как Макгрегор работал на контратаках и встречал его фронткиками. Бримиджу удалось донести пару тяжелых ударов, однако отличная работа ног, чувство дистанции, тайминг и точность Макгрегора сделали свое дело. Креативность Макгрегора проявилась, когда на средней дистанции он стал бить апперкот, который и решил исход боя, продлившегося чуть больше минуты. 17 августа 2013 года. Бостон, США. Бой против американца Макса Хэллоуэя в карте турнира UFC Fight Nights 26. Первоначально предполагалась встреча против англичанина Энди Огла, однако спустя некоторое время Огл был вынужден сняться по причине травмы, и его заменил Макс Хэллоуэй. Макгрегор начал с прессинга, демонстрировал богатый арсенал ударов ногами, креативность и нестандартные углы атак. Однако ему не удалось обескуражить Хэллоуэя, который сам периодически переходил в атаку. Во втором раунде все повторилось. Макгрегор по-прежнему расстреливал Хэллоуэя с дистанции, а тот периодически огразался контратаками. На четвертой минуте Макгрегор перевел Макса в партер и начал избивать. Почти весь третий раунд прошел в партере, где Макгрегор занял доминирующую позицию, избивая Хэллоуэя. На последней минуте Хэллоуэй попал хайкиком в голову, однако Макгрегор, вытерпев удар, снова перевел бой в партер. Макгрегор одержал победу единогласным решением судей. 19 июля 2014 года, Дублин, Ирландия. Бой против бразильца Диего Брандау на UFC Fight Nights 46. Изначально соперником Макгрегора должен был стать Кол Миллер, однако тот заработал на тренировке травму большого пальца и выбыл с турнира. Место Коула занял бразилец Диего Брандау. После короткого размена ударами в стойке, поединок перешел в партер, где Макгрегор занял позицию сверху и начал избивать Брандау. Диего удалось подняться в стойку, но здесь преимущество Конора было еще более ощутимым. Макгрегор начал прессинговать, попадая мощными ударами ногами по корпусу. И заперев Брандау у сетки, обрушил на него град ударов, после чего Диего упал на пол и закрыл голову руками. Макгрегор бросился на добивание и рефери остановил бой. 27 сентября 2014 года. Лас-Вегас, США. Бой против американца Дастина Парье на UFC 178. Макгрегор начал поединок очень расслабленно, постоянно опуская руки и выбрасывая тяжелые одиночные удары. На второй минуте боя, когда Конор нанес мощный удар левой, Парье попытался увернуться нырком, но удар пришелся в затылочную область головы за ухом, после чего Дастин оказался на полу. После нескольких добивающих ударов рефери остановил бой, зафиксировав победу ирландского бойца. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор может стать главным претендентом на титул чемпиона в полулегком весе, если в бою между действующим чемпионом Жозе Альдо и Чедом Мендесом на UFC 179 верх одержит Альдо. 15 января 2015 года. Бостон, США. Бой против немца Денниса Сивера на UFC Fight Night 59. Ирландский боец с самого начала пошел вперед, постоянно оказывая давление на Сивера. Поначалу Деннис неплохо защищался и провел несколько хороших контратак, но уже к концу раунда, напропускав много ударов руками и ногами, сильно замедлился. Второй раунд превратился уже в избиение. Сивер ничего не мог противопоставить атакам ирландцам. Деннис оказался на полу после пропущенных ударов. Конор занял позицию сверху, из которой стал наносить удары по сопернику. Как только рефери остановил поединок, Макгрегор разглядел в публике наблюдавшего Альдо и, перескочив через сетку восьмиугольника, начал кричать что-то в лицо чемпиона. 11 июля 2015 года. Лас-Вегас, США. Бой против американца Чеда Мендеса на UFC 189. Первоначально планировался бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе между Макгрегором и Альдо. В марте состоялся 12-дневный мировой тур по восьми городам мира, начиная с Рио-де-Жанейро и заканчивая Дублином, призванный разрекламировать предстоящий турнир. Мировой тур выявился драматичным и богатым на разного рода выпады Макгрегора в адрес Альдо. Все началось с напряженной биду из гадов в Рио. А достигла апогея во время пресс-конференции в ирландской столице, когда Макгрегор выхватил со стола бразильца его чемпионский пояс. 23 июля стало известно, что Альдо получил перелом ребра во время тренировки. Данна Уайт подтвердил сообщение о том, что Альдо не сможет провести бой и выбывает в турнирах. А за титул временного чемпиона в полулегком весе Макгрегор поборется с Чедом Мендесом. Первый раунд прошел в достаточно зрелищной борьбе. Мендес не уступал Макгрегору в стойке, сумел достать его несколькими тяжелыми ударами. Конор же проводил точные удары ногами. Чеду удалось несколько раз перевести Конора в партер, где он сумел нанести ирландцу рассечение. Практически весь второй раунд бойцы провели в партере, где Мендес старался наносить удары сверху. Макгрегор же очень активно работал снизу, нанося удар локтями. Ближе к концу раунда бойцы поднялись в стойку, где Макгрегору удалось потрясти своего соперника серией ударов руками. Мендес упал на пол, закрывшись руками, и рефери остановил бой за три секунды до конца раунда. Конор Макгрегор стал временным чемпионом UFC в полулегком весе. 12 декабря 2015 года. Лас-Вегас, США. Бой против бразильца Жозе Альдо за титул чемпиона в полулегком весе. Турнир UFC 194. Долгожданный бой наконец-то состоялся, однако на удивление поклонников он закончился раньше, чем многие предполагали. Всего на 13 секунде первого раунда Макгрегор нанес точный контр-дарф-черезь, заставивший Альдо упасть на канвас, и прервал его пятилетнее доминирование в качестве чемпиона. Макгрегор получил премию за лучшие выступления вечера. После завоевания титула Макгрегор заявил, что переходит в легкий вес, до 70 килограмм, и был объявлен в качестве претендента против действующего чемпиона Рафаэля Дос-Аниса. 23 февраля 2016 года стало известно, что Дос-Анис травмировал ногу во время спарринга и был вынужден сняться с боя. Днем позднее организация нашла замену травмированному чемпиону в лице Нейта Диаса, однако поединок состоялся уже в полусреднем весе. Поединок начался с активных атак Макгрегора как руками, так и ногами. Активность ирландца также заключалась в полном контроле центра октагона и в стремлении сократить дистанцию. Во второй половине первого раунда он рассек Диасу бровь, однако инициатива начала переходить в руки соперника. Это стало заметным по промахам Макгрегора и частым попаданием Диаса джебами. Раунд закончился в партере, переход в который инициировал Диас, захватив ногу ирландца. Однако это не помешало оказаться сверху Макгрегору, пытавшемуся на последних секундах наносить удар по защищающемуся противнику. Во втором раунде он снова начал штурмовать Диаса и даже рассек его. Однако в середине пятиминутки Макгрегор был потрясен двойкой соперника, хотя и старался затем не подавать виду. Диас начал усиливать давление, прижал ирландца к сетке и начал избивать. Макгрегор, освободившись из клинча, в свою очередь ответил хорошей комбинацией, а затем отчаянно бросился в ноги Диаса. Поединок перешел в партер, где ирландец не сумел оказать сопротивление и попался на удушающий прием, потерпев свое первое поражение в UFC. На пресс-конференции после боя Макгрегор заявил, что следующий бой он, возможно, проведет в полулегком весе, где будет защищать чемпионский титул. 19 апреля 2016 года Макгрегор объявил о завершении карьеры, написав об этом в Твиттере. «Я решил уйти из спорта молодым. Спасибо всем, увидимся позже». 21 апреля 2016 года Макгрегор написал на своей страничке в Facebook, что карьеру завершать не собирается и готов выступить на UFC 200, если ему позволят провести лишь одну пресс-конференцию, а затем вернуться к тренировкам. Однако позже он был снят с турнира UFC 200 из-за отказа проводить промо-тур. 20 августа 2016 года Лас-Вегас, США. Матч-реванш против американца Нейта Диаса на турнире UFC 202. Бой проходил в полусреднем весе и пролился все пять раундов. Первые два прошли при преимуществе Макгрегора, который трижды отправлял Диаса в нокдаун. Однако в третьем раунде уже Диас едва не прикончил Макгрегора у сетки. В четвертом раунде уже Макгрегор вновь контролировал ситуацию в клетке, избивая соперника с дистанции. Измотанные бойцы в заключительной пятиминутке провели большую часть в клинче у сетки без особо активных действий. Только на финальных секундах битвы Диасу удалось провести тейкдаун. Однако для развития благоприятной ситуации времени уже не хватило. В итоге поединок завершился победой Макгрегора решением судей. 12 ноября 2016 года. Нью-Йорк, США. Бой против американца Эдди Альвареса за титул чемпиона в легком весе на UFC 205. Спустя 19 лет в штате Нью-Йорк был снят запрет на проведение боев по смешанным единоморствам. UFC объявили, что первый турнир в Нью-Йорке пройдет на легендарной арене в Мэдисон-Сквер-Гарден. Уже в первом раунде Конор дважды отправлял Альвареса в нокдауна своими ударами слева, но Эдди быстро восстановился и продолжил бой. Во втором раунде показалось, что Эдди несколько выровнял бой, сумев донести несколько своих ударов. Однако МакГрегор очень расчетливо провел серию ударов, отправив Альвареса в нокаут и стал первым одновременно двукратным чемпионом в истории UFC. Также он получил шестой по счету бонус выступления вечера. Это один уникальный человек, господин и господин. Бои в его достижениях и в его способах. Бои в никого это -это ... Продолжение следует...